АСБ писаться можно? Там сейчас, наверное, Дарина вернется и может. А тут все умерли. А? Алиса вызывает цену. Тут все умерли. Алиса вызывает цену. Можно. В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Алиса Тыщук. Здравствуйте. Украинские сети АЗС продолжают поднимать цены на топливо. В среднем стоимость бензина увеличилась на 20-30 копеек за литр. Причина – подорожание нефти на мировых рынках. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин и дизельное топливо еще на 2 гривны за литр. Происходить это будет в течение летних месяцев. В Запорожье полицейская машина спровоцировала ДТП. Утром 26 мая на улице Игоря Сикорского, прежнее название Куйбышева, произошла авария с участием полицейских. По словам очевидцев, полицейская машина внезапно начала идти на разворот и врезалась в автомобиль марки «Форд». Оба авто заметно повреждены. В Запорожье станет активным участником футбольного праздника Евро-2016. 10 июня начнется чемпионат Европы, поэтому именно с этого дня в нашем городе заработает фан-зона. Помимо трансляции футбольных матчей, там будут проводиться различные конкурсы и мастер-классы, выступят талантливые запорожцы, а специальное жюри даже выберет королеву красоты. Торжественное открытие фан-зоны состоится в 19.00 на каскаде фонтанов «Радуга». Это были все новости на сегодня. В студии работала Алиса Тыщук. Спасибо за внимание. Увидимся. В последний, да? В последний, да? Это информация про бензин? Это старая или что? Да. Я уже помню, что я ее слышал, а думал, неужели опять что-то будет? Нет. Ясно, она тоже есть. Напугала. Так, можно, да? В прямом эфире на канале ТВ5 Новости в студии Алиса Тыщук. Здравствуйте. Украинские сети АЗС продолжают поднимать цены на топливо. В среднем стоимость бензина увеличилась на 20-30 копеек за литр. Причина – подорожание нефти на мировых рынках. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин и дизельное топливо еще на 2 гривны за литр. Происходить это будет в течение летних месяцев. В Запорожье полицейская машина спровоцировала ДТП. Утром 26 мая на улице Игоря Сикорского, прежнее название Куйбышева, произошла авария с участием полицейских. По словам очевидцев, полицейская машина внезапно начала идти на разворот и врезалась в автомобиль марки «Форд». Оба авто заметно повреждены. Запорожье станет активным участником футбольного праздника Евро-2016. 10 июня начнется чемпионат Европы, поэтому именно с этого дня в нашем городе заработает фан-зона. Помимо трансляции футбольных матчей, там будут проводиться различные конкурсы и мастер-классы, выступят талантливые запорожцы, а специальное жюри даже выберет королеву красоты. Торжественное открытие фан-зоны состоится в 19.00 на каскаде фонтанов «Радуга». Это были все новости на сегодня. В студии работала Алиса Тыщук. Спасибо за внимание. Увидимся. Всегда на всех летел? А потом начинаю, да, взлетать? Быстрее, быстрее. Спасибо вам. Ну, лучше, правда, чем и первый раз. Я не знаю, почему я начинаю так крутиться. Спасибо. 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 Спасибо.